Не перевелись на земле Славянской настоящие мастера-ремесленники. Тому подтверждение ярмарка народных ремесел, промыслов и живописи «Город мастеров», без которой не обходится ни один большой праздник в нашем районе. С подробностями Андрей Вишневский. Во времена бурно наступающих роботизации и автоматизации людям по-прежнему милые изделия ручной работы, ведь в них выдумка и талант, согретый теплом человеческого сердца. «Удивительные изделия народных мастеров Кубани и Юга России широко представлены в нашем городе. Здесь каждый найдет себе подарок по вкусу». Краснодарец Андрей Васильев знает все секреты своего ремесла. Сосна, дуб, бук, липа в его руках обретают красоту и смысл в разнообразных предметах, важных и нужных в домашнем обиходе. Это шкатулки, резные панно, гребни для волос и многое другое. А вот Наталья и Евгений Сыстеровы работают в очень редкой для Кубани технике. Они изготавливают панно, используя декоративные и полудрагоценные камни разного размера. Их работы очень понравились славянцам. Вот, к примеру, супруги Крамаренко решили приобрести необычную картину с каменным лесом на 30-летие совместной жизни. У нас юбилей совместной жизни 30-го числа. Зашли сюда не случайно посмотреть на творчество людей со Славянска на Кубани и области, так сказать. Нашли себе то, что нам очень понравилось. Еще один хороший природный материал для изготовления всевозможных подделок – это береста. Ее заготавливают в Сибири только весной, до движения сока. Она получается мягкая, приятная на ощупь. Изделия из нее живут не менее полувека. Разнообразие ремесел, которые представлены на ярмарке, поражает. Здесь есть и куклы, и сверкающие бисерные деревья, и кружевные салфетки, ювелирные изделия и бижутерия. Каждое изделие уникально и неповторимо, ведь это настоящая авторская работа. Работы действительно авторские, действительно эксклюзивные. Каждого изделия бывает только единичное. Ну, это такое желание моего сердца, души. То есть я изделия не повторяю. От этого, наверное, какое-то есть удовлетворение. Хочу, чтобы наши женщины были неповторимые, прекрасные. И как бы вот свой стиль дополнили моими украшениями. Есть мастера, которые работают одновременно в нескольких техниках. Татьяна Болтрушевич открыла в себе талант живописца и сочетает писание картин с плетением кружев. Всё состоит из фрагментов, из элементов. Мне очень интересно соединять различные цвета, получать различные оттенки. И тем самым изделие получается намного богаче, выразительнее. То есть я вот технику живописи своего рода переношу крючком. То есть я вяжу крючком так же, как рисую. Рисовать можно не только на полотнах. Елена Линьо нашла себя в технике точечной росписи посуды. Из обыкновенных тарелок она делает произведения искусства. Самое главное – донести любовь и радость людям, чтобы люди порадовались, изменили настроение в положительную сторону, чтобы почувствовали тепло нашей кубанской земли, наших цветов, аромат трав, передать свою душевность. К прилавкам и стендам с работами мастеров все время подходят люди, спрашивают, интересуются, как сделана та или иная поделка. Народные умельцы не скрывают своих секретов. Под их чутким руководством каждый желающий мог попробовать свои силы в ремесленном мастерстве. Праздничное настроение посетителям выставки создавали лучшие творческие коллективы города. Нам не все быть с тобой, любимый мой, любимый мой. Степь до забыли, до самой дозари. Долго и коротко, а на двоих дорогах. Сердце за девичьи ты заговорил. Что как красивого, интересного, много привезли и детского, да? Поэтому надеемся, ну, по возможности, все, что понравится, все приобрести. Богато талантами земля Кубани. Выставка-ярмарка стала настоящим праздником таланта и мастерства. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok